всех приветствую дорогие друзья сегодня я хочу приготовить тещин язык блюдо конечно всем известная все его кушали многие любят это блюдо но я хочу его сделать на своем канале что мне для этого понадобится для этого мне понадобится я взяла 4 баклажана помидорки взяла сделала свой майонез уже сюда выдавила три зубчика чеснока поперчила сюда же отправлю зелень нарезанный укроп у меня кто кинзу любит пожалуйста можно кинзу взять петрушку любую зелень все это хорошенько сейчас я перемешаю соус мой пусть стоит ой какой аромат чесночок укропчик соус пусть стоит мы займемся баклажанами баклажаны нужно отрезать удалить плодоножки у них носики удаляем подготавливаем баклажаны конечно же нам понадобится растительное масло для жарки сейчас так как это у нас запуска тёщий язык должен должна выглядеть как язык нарезаем вдоль чем тоньше тем лучше наши баклажанчики на такие полосочки я буду сейчас нарезать присыплю солью чтобы немножко баклажаны постояли пустили свой сок сольем этот сок чтобы ушла горечь если эти баклажаны с горечью продолжаем нарезать наши баклажаны аккуратненько режем на такие язычки я нарезаю наши баклажаны можно конечно кто-то делает ее кольцами но еще раз хочу замерить что это тёщий язык и все-таки нужно чтобы это было похоже на язык баклажаны я подготовила все сейчас я их присолю и пусть минут десять постоят дадут сок присаливаем наши баклажанчики чашечку сделать небольшой оставляем их в покое минут на десять помидоры я не спешу нарезать помидоры пока сейчас когда постоят наши баклажанчики сольем воду разогреем сковороду пережарим баклажаны а потом уже будем и нарезать помидоры баклажанчики полежали у меня дешевые соли стали более эластичные они уменьшились немножко в объеме собственно дали сейчас я сполосну их дуршлаги и немножко обсушу буду обжаривать тем временем соус я отправила пока в холодильник чтобы он стоял холодильнике у нас квартире в кухне жара тем более будем жарить будет жарко пока пережаримся видите какие не стали пластичные не рваться не будет а то они упругие когда даже если не горькие то я советую присолить и подержать баклажанчики вот они очень становятся такие послушные эластичные и действительно ребята язык чем язык ну что я пойду их смывать просушу и будем обжаривать затем я нарежу помидорки помидоры я специально взяла некрупные такие маленькие чтобы нарезать их кольцами и укладывать как раз будет по размеру будем подбирать язычка не кромсать эти кусочки наши итак пойдем мыть баклажаны что отправляем наши баклажаны дуршлаг и промоем их под холодной водичкой вот так я сполоснула наши баклажанчики от соли они стали послушными оставим их сейчас стечь просушим и будем жарить баклажанчики я обсушила теперь сковорода у нас нагрелась наливаем масло знаем да ребята что масло любит сильно баклажаны забирается нас много масла и лучше конечно в раскаленное сразу сильно раскаленное масло ложить чтоб они меньше масло брали выкладывать будем обжаренные сито чтобы лишнее масло сбегала пусть масло еще хорошо разогреется будем отправлять на жарку масло наше нагрелось отправляем аккуратненько жарим до золотистой корочки с одной и другой стороны у меня три минутки обжаривались на одной стороне сейчас проверяем и переворачиваем на другую сторону время обжарки я вам точно сказать не могу смотря на какой сковороде вы будете жарить какой огонь ваш будет я жарю на сильном огне еще раз уже три минутки вот до такого красивого золотистого цвета не делаем баклажаны делаем красивые золотистые язычки со второй стороны тоже жарим до золотистого цвета и так я буду обжаривать все наши язычки так проверяем баклажаны со второй стороны по моему они у меня же тоже обжарились и отправляю я вот сюда видите ситечко чтобы лишнее масло сбежало не были жирными наши язычки до следующей партии они полежать и переложим блюдо другое язычки я все обжарила баклажаны теперь я буду их укладывать в блюдо промазывать нашим майонезом с чесноком и зеленью укладывать помидорками и перекладывать слоями можно рулетики делать но это уже мне кажется другое блюдо уложить все что нам нужно майонез помидорки свернуть рулетиком шпажкой заколоть и тоже красиво будет но это уже не язычок будет а я хочу тещей язычок делать и так будем сейчас нарежем с первой помидорки и будем промазывать помидорки как я уже говорил я взяла небольшие поэтому я вот так на тоненькие сейчас подготовлю и таким образом я сейчас нарежу все помидорки помидорки я нарезала подготовила пока столько если нужно будет еще подрежу соус у меня готов и будем укладывать под них я буду стараться вот на дно положу сейчас вот такие баклажанчики которые так сказать со спинкой да так укладываем еще где у меня вот у меня со спиночкой вот у меня со спиночкой вот так я уложила сюда баклажанчики так подтянем сюда и промажем их баклажаны будут слоями поэтому ничего страшного что я вот так их подряд не каждый в отдельности мажу а промазываю так сказать оптом промазали и на эти тоненькие стараемся положить помидорки которые кружочки помельче укладываем помидорки если нужно разрезать значит можем разрезать помидорку нашу и укладываем следующий слой таким образом так еще со спиночкой тут тоже что пусто не было я тоже проложу вот этими тоненькими язычками так и опять же промазываем соусом хорошенько аромат аппетитный такое блюдо должно будет постоять конечно в холодильнике чтобы наши язычки пропитались хорошо можно сказать замариновались тогда это будет блюдо вообще вкуснятина я буду сейчас продолжать слои эти делать сколько у меня получится потом подключимся салат тёщный язык у меня готов пробовать извините сейчас я его не могу ему надо пропитаться настояться будем мы его брать вот так раз язычками раз язычками вот так они слоями у меня переложены салат будет очень вкусно он уже вкусный но когда он постоит это вообще пожалуйста зеленью можно сверху присыпать я сейчас сыпать не буду зеленью так как она потом потеряет свой вид пока мой салат будет стоять настаиваться при подаче на стол я обязательно украшу еще зеленью и так готовим такой салатик сейчас сезон кабачков баклажан различные блюда это старый древний можно сказать рецепт может кем-то подзабытый поэтому вот я вам напоминаю о существовании такого вкусного рецепта и пожалуйста готовьте очень дешево очень полезно и очень вкусно немножко времени он занимает пока обжаришь но это того стоит итак всем еще раз приятного аппетита спасибо что остаетесь на нашем канале ставьте лайки дизлайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал всем всего доброго всем пока пока спасибо